Сан-Жак Вы прошли, как я знаю, путь Пилигримов, путь Святого Якова. Что это такое? Путь Сан-Жак. Камино де Сан-Жак. Что такое путь Сан-Жак? Это путь, который предполагает то, что человек должен соблюсти несколько условий для того, чтобы этот путь пройти. То есть это не туризм, это не наблюдение каких-то достопримечательностей, это не прогулка. Это прежде всего путь в трансформации человека. И, как правило, этот путь люди проходили в одиночку, погрузившись в себя, в ожидании того, что вот-вот сейчас я пойму, куда мне дальше двигаться. Сейчас этот путь абсолютно, понятно, по-другому уже воспринимается людьми. Почему? Почему по-другому? По-другому. Сейчас объясню. Когда я на пути опрашивал людей, с какой целью они туда пришли. Кто-то выходит на этот путь для того, чтобы похудеть. Кто-то выходит для того, чтобы бросить курить. Кто-то встает на этот путь для того, чтобы встретить свою избранницу или своего избранника. Кто-то просто потусить. Кто-то для того, чтобы проверить, смогу ли я там же условие какое, идти только пешком. То есть никаких тебе машин... И такие архитические условия для ночлега, но как обычно. Люди развивают палатки или ночуют в отелях и так дальше. А там есть целая сеть, так называемые хальберги. Это хостелы, где вот эти вот двухъярусные кровати и много-много людей в комнате. Да, но под крышей, да, все-таки. Да, но люди иногда в какой-то момент говорят, все, у меня больше, я уже больше не могу быть толерантным. Я уже встретил свою избранницу. Толерантным, да, я хочу в отеле пожить. Это слабые, слабые всегда отпадают. Сдаются, сдаются, да. Так вот, на пути сентября, кстати, есть как раз для слабых отрезок пути. Если раньше считалось, что для того, чтобы получить в конце, в конце, когда ты приходишь, тебе выдают такой сертификат отпущения грехов, что вот ты прошел этот путь и вот ты теперь вот такой вот весь готовый к следующим каким-то свершениям в своей жизни. Для этого необходимо было пройти вот этот классический путь 800 километров. Сейчас можно пройти 100 километров. Но 100, но пройти. Ну, в любом случае, да, дадим заработать тем, кто хочет. Ничего плохого там нет. Но то, что вы перечислили вот эти, бросить гурить, похудеть, встретить, в общем, это все относится к возможности новой жизни. Поэтому вот это преображение, пусть посредством отказа от табака или встречи любви, почему бы и нет. А вы, кстати, почему отправились? Я больше отправился с целью своего профессионального интереса, да, то есть по образованию психолог. И мне было интересно, что любое путешествие, оно меняет человека. А здесь путешествие какое, если ты идешь один и идешь, просто движешься, и ты следуешь просто за ритмом, таким природой. И мне было интересно понять, какие факторы влияют на изменение человека. Потому что к концу пути каждый человек, вот каждый, кто встает на этот путь, он приходит туда другой. И еще интересный момент. Какую бы цель человек вначале не ставил, он в конце приходит и понимает, ради чего он вообще шел. И эта цель может не совпать с той, которую он ставил. Но вы дошли до... 800 километров за 30 дней я прошел. 30 дней, ну да, 800 километров, ну да. Ну там по-разному люди идут. Там идут люди как с семьями маленькими детьми, которые вот только-только там ходить начинают. И идут пожилые люди, которые еле-еле переставляют вот с палками, еле двигаются. Они, кстати, вдохновляли тогда, когда ты начинаешь сдаваться. Такое, самое сложное было первых три дня. У всех, причем, вот я с кем не разговаривал, как бы ты не подготовил обувь, как бы ты не облегчил свой рюкзак. Первый день, вот этот, если ты идешь по классическому пути, там очень классно путь начинается. Он начинается сразу вот через перевал. То есть нагрузка такая физическая. Ноги не привыкли идти, там надо пройти первый день где-то 27 километров сразу надо пройти. Плюс вверх-вниз эти уклоны, плюс вот эти вот камешки и непонятно ты почему там ступаешь. И когда ты уже вот, ну по себе говорю, иду, я думаю, мне бы дойти уже до окончания вот, ну спуститься с перевала, чтобы уже там лечь на ночлег и уже заснуть. А я понимаю, все, у меня ноги просто вот спотыкаются, сбиваются. В общем, после первого дня, как правило, все стирают ноги. У меня просто все было стерто. У меня обувь не была специально подобрана. И я стер так ноги, что я думал, как я вообще завтра встану. На следующее утро я просыпаюсь. И я понимаю, что я не могу двинуться, у меня мышцы болят. Сюда не двигается, сюда не двигается. Еле-еле сел. Потом раз, такой ноги-то. А они все просто в кровь разбиты. И я с людьми говорил, которые серьезно готовились, подбирали обувь, подбирали там все вот это вот снаряжение. И все равно ноги стираются в первых три дня. И первых три дня все думают об одном и том же. Нафига я вообще пошел сюда? Зачем? Кто мне такой вообще так в голову? Только как это могло такое прийти, чтобы я мог туда пойти? Александр, спасибо вам большое за рассказ. Я, конечно, не паломник, скорее паломник. Потому что я проехал этот путь, правда, на машине. Я не знал тогда, что это путь Пилигримов. Ну, просто я ехал по северу, мимо там Сантилана-дель-Мар и так далее. И до Сантьяго до Компостелла. Потом я уже обо всем узнал, как я и сказал вначале. Что-то, когда эти гребешки, что это такое. И потом рассказ меня привел к этому. Ну, вдруг однажды я захочу узнать о себе что-то, что я еще не знаю. Почему бы и нет? Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok